Сокращение расходов бюджета, оптимизация кадров, регулирование цен на законодательном уровне. Эти и другие вопросы обсуждались на заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Дагестана Абдул-Муслима Абдул-Муслимова. Стороны детально разобрали ситуацию по обеспечению устойчивого развития региональной экономики. К чему пришли в ходе обсуждений, расскажет Сакинат Малаева. Из-за большого количества санкций, применяемых в отношении российской экономики на рынке товаров и услуг, наблюдается ряд негативных факторов. Один из них – резкий скачок цен. Иногда необоснованный, отметил премьер-министр Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Задача номер один оперативного штаба – выработать предложение по стабилизации сложившейся ситуации. Каждое министерство, ведомство в зоне своей ответственности должно приложить максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами. Есть проблемы в части приобретения оборудования и комплектующих. В этой ситуации – одно из приоритетных направлений импортозамещения. В связи с этим Минпромторг страны планирует декапитализацию фонда поддержки промышленности и упрощение требований для получения господдержки. Задача республиканского подведа – помочь оформить соответствующие заявки, отметил первый вице-премьер республики. Необходимо предусмотреть предоставление финансовых мер поддержки с учётом предстоящих процессов, чтобы их эффективность была максимальной. Сократить расходы бюджетных средств на более чем полтора миллиарда рублей – это предложение по оптимизации расходов казны озвучил министр финансов Юнус Саадуев. Самое значительное сокращение – более 900 миллионов рублей приходится на Министерство образования и науки. Также руководитель ведомства обратил внимание на оптимизацию количества сотрудников бюджетных организаций. Уважаемые коллеги, я считаю, что у нас есть программа оздоровления государственных финансов. Я думаю, что нам нужно её пересмотреть с тем, чтобы не только восходную часть оптимизировать, нам нужно и оптимизировать численность населения. У нас на сегодняшний день в республиканских бюджетных учреждениях работают более 140 тысяч работников. Для регулировки цен очень важно на законодательном уровне определиться, что такое спекулятивная цена. Причём ценовые коридоры по продуктам питания должны быть в каждом субъекте. С этим предложением выступил руководитель УФАС. По его мнению, имеет такой рычаг появится реальная возможность регулировать цены. При наступлении ситуации, когда спекулятивная цена выходит за предельные, эти цены в коридоре, тогда уже как минимум полномочия антимонопольным органам работают по позициям статьи 10 законной защиты конкуренции. А там достаточно серьёзные рычаги. И вплоть до всей суммы за предыдущий год до 15% может быть изъят в пользу бюджета Российской Федерации. Мониторинг показывает, что рост цен на продукты борщевого набора с начала месяца возросли на 5-10%. Причём стоимость на капусту выросла значительно раньше. Основная причина её подорожания – низкий урожай в 2021 году. Относительно стабильная ситуация с ценами на мясную продукцию вызывает обеспокоенность подорожание на продовольственные товары долгого хранения, такие как мука, сахар, гречка. «Информация такая, вроде на этой неделе они или хотят торги объявить, или уточнить какие-то там, но я думаю, цены на эти продукты могут возрасти, и это может привести к увеличению стоимости нашего хлеба. Хотя договоренность есть с производителем хлеба на вот эти буханки по 27 рублей, цены не будут повышены». Премьер-министр напомнил о необходимости чаще проводить в муниципалитетах ярмарки и регулярно вывозить продовольственную продукцию района в выставочный центр «Каспий-экспо». Такая позиция создаст конкурентную среду перекупщикам на рынках и позволит удерживать цены. Кроме того, Абдул Муслимов поручил руководителям Каспийска и Махачкалы организовать транспорт на центральную ярмарку. «Чтобы на эту площадку с Каспийска тоже возили население, и с Махачкалы тоже. Давайте вы проработаете, потом мы на следующем заседании оперативного штаба вы доложите ваши предложения». «Есть проработаем, мы примерно представляем, как это сделать». «Спасибо, спасибо большое». Завершая заседание, Абдул Муслимов сообщил, что биржевая цена на сжиженный углеводородный газ снизилась на 7,4%. Аналогичная ситуация и по всем остальным видам топлива. В связи с этим власть республики настоятельно рекомендует руководителям автозаправочных станций придерживаться экономически обоснованных цен. Исполнение данного поручения предполагается проанализировать на заседании следующего оперативного штаба. Саган Малаева, Махарбека Мариев, Юсуп Газиамаров. Время новостей.